Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 7 декабря. И как обычно я начинаю с слов благодарности всем тем, кто задонатил, кто помог материально фонду Незламные Сердца, волонтерскому фонду Незламные Сердца в плане сбора средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад. Сбор продолжается. Спасибо вам огромное за участие и помощь. Сбор продолжается, потому как война продолжается. Мы сегодня, кстати, будем говорить о дронах, о их эффективности на линии фронта. О том, что дроны сегодня, ну, фактически, я бы так сказал, наверное, рука об руку идут с артиллерией. И там, где не хватает артиллерии, там помогают дроны. Там, где не хватает дронов, помогает артиллерия. Вот такое вот средство, универсальное средство огневого поражения врага придумали наши бойцы вместе с волонтерами. Волонтеры обеспечивают, бойцы реализовывают. Ну, и мы знаем с вами, что главный девиз сегодняшнего дня, что дроны, как патроны, их много не бывает. А мы переходим к оперативной обстановке. И оперативная обстановка сложилась следующим образом. Начинаем, как всегда, с ночи. Ночь была неспокойная. Как обычно, не дают нам расслабиться наши враги. Мы продолжаем работать в плане обороны нашего воздушного пространства. В эту ночь, в ночь на 7 декабря, оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа «Шахет» с мыса «Чауда». Всего было зафиксировано пуски 18 ударных беспилотников типа «Шахет» 136-131. Основные направления удара – это Хмельницкая и Одесская области. В результате противовоздушного боя силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с ПВО сил обороны Украины было уничтожено 15 ударных беспилотников. К сожалению, три беспилотника прорвались через нашу систему ПВО. И в основном это были прорывы на юго-западе Украины, зернохранилище повреждено, портовая инфраструктура. Враг пытается на юге нарушить портовую инфраструктуру. Ну и очень их беспокоит Хмельницкая область. Никак они не могут пережить то, что Староконстантинов живет и сражается. Ну и другие объекты в Хмельницкой области. Далее, к уничтожению этих 15 беспилотников привлекались зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы. А на линии фронта за прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение. Интенсивность боев очень высокая, очень. И несмотря на то, что бои в большей степени носят, я бы сказал, пеший характер, иногда бывает, что пробивается участие бронетехники, но тем не менее, в основном пеший характер. Но их интенсивность довольно высока. 91 боевое столкновение. Всего за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов. Совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в прифронтовой полосе на всю глубину досягаемости огневых средств врага. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также разрушения и повреждения получила жилая инфраструктура и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары рашистских оккупантов пришлись в основном на Черниговскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. А вот под артиллерийский огонь рашистских захватчиков попало более 160 населенных пунктов. В эти сутки, как никогда, количество огневых ударов артиллерии со стороны противника было просто огромным. И это населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областей. То есть фактически вся граница с Рашистской Федерацией и линия фронта от Сватова до Олешек. Далее пройдемся по зонам ответственности. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север на Волынском и Полесском направлениях тут оперативная обстановка без изменений, она стабильная и контролируемая. На Северском и Слобожанском направлениях тут тоже ситуация остается тяжелой, но контролируемой. У нас Черниговская и Харьковская область и артиллерийские обстрелы, и авиационные удары. А вот в Сумской области в эти сутки было полегче. Там были только артиллерийские удары. Авиация в Сумской области не применялась. Также враг пытается проводить диверсионно-разведовую деятельность. Мы проводим контрмеры по ликвидации и недопущению проникновения ДРГ противника на нашу территорию. Далее зона ответственности группы войск Хортица, Купинское направление. Тут украинские защитники отразили 7 атак врага. В основном они были в районе Синьковки. А также враг пытался проводить штурмовые действия в районе Лимана Первого. У Ивановки силам обороны Украины в очередной раз удалось отбить позиции. Враг хоть и имеет глобальное преимущество, имеется ввиду в технике и вооружении на этом оперативном направлении, но конвертировать его в результат, то есть позитивный результат для себя, у врага не получается. А у наших защитников при том, что они в меньшинстве, получается. И вот в районе Ивановки наши войска отбили несколько позиций у врага, то есть вернули ранее утраченные позиции. Далее Лиманское направление. Здесь враг проводил атакующие действия в районе Тернов, Веселого, Раздолевки. Всего было зафиксировано 6 атак противника на нашей позиции. Все 6 атак были отбиты. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Бахмутское направление. Здесь было сложнее. С силами, ну вообще, если брать последние несколько дней, была большая довольно активизация. Всего расшисты использовали где-то до 6 рот. Мотострелковых и Шторм-Зет. И все вместе. До 6 рот. И атаковали в районе Спорного. Успеха не имели. Также продолжаются боевые столкновения в районе Хромового, Богдановки, Западнее Бахмута, Клещиевки и Андреевки. Всего зафиксировано на Бахмутском направлении за прошедшие сутки 12 атак противника. 12. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Успехом враг понес потери, отошел на исходные рубежи. А вот в районе Богдановки, наоборот, наши силы обороны, как говорит американский институт изучения войны, что наши силы обороны вблизи Богдановки захватили две позиции врага. Ну, то есть, вот это, как говорят, на плечах отступающего противника, наши войска принято было решение, контратаковали и отбили две позиции, которые ранее удерживали, там воюют десантники, воздушно-десантные войска, расистских оккупационных войск. Вот такой вот, вот такой небольшой успех, тактический успех имели наши войска в районе Богдановки, на Бахмутском направлении. Далее у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, Авдеевское направление. Здесь мы продолжаем сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши силы обороны довольно неплохо удерживают рубежи, при этом наносят врагу значительные потери. Была попытка атаковать на одном из участков Авдеевского оперативного направления, была попытка атаковать с помощью бронетехники. В результате эти колонны даже не дошли, двумя колоннами выдвигался враг, они не дошли до линии спешивания, до рубежа спешивания. Были разгромлены с помощью нашей артиллерии и FPV-дрона. Вот то, что я вам и говорил. Всего было зафиксировано 34 атаки по всему периметру вокруг населенного пункта Авдеевка. Враг пытался наступать по посадкам у Степнова. Сейчас ситуация уточняется, где там проходит у нас серая зона, где у нас линия фронта. Вот эти колонны техники, это была попытка расистов ввести в бой 30-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая закончилась очень печально для этой бригады. Ну, нечего лезть в нашу страну. Они пытались атаковать Авдеевский коксохимический завод, но получили достойный отпор. Также вооруженные силы продвинулись в районе Авдеевского коксохимического завода и вынудили расистов отступить с двух передовых позиций. Кстати, ну, в коксохим, там промка Авдеевская, она в принципе представляет собой серую зону. Там никто не может закрепиться. Но враг пытается, усиленно пытается зайти на промку и пытается там закрепиться. Как только там появляются вражеские войска, наши разведчики это засекают и там начинает работать аэроразведка и ударные дроны типа FPV или наша артиллерия. То есть, либо то, либо то. И получается такой бесконечная Чернобаевка. Они заходят на промку, мы их уничтожаем. Они заходят на промку, мы их уничтожаем. При этом мы промку не штурмуем. Мы просто не даем им там закрепиться. И таким образом постепенно перемалываем их войска. Кстати, даже военкоры рашистские начали писать о том, что это безумие. Вечная попытка закрепиться на промке и нести такие колоссальные потери. А даже уже военкоры понимают, что закрепиться на промке невозможно. Она с трех сторон простреливается нашими войсками и нашей артиллерией. Поэтому, ну, но тем не менее, они прут. Вот такая вот там складывается ситуация. При этом, видите, мы контратаковали, подгадали момент, провели контратаку. И мы уже две позиции отжали у врага. И теперь закрепляемся на этих позициях. Также продолжается на Авдеевском направлении продолжаются атаки врага из Водянова в сторону Тойникова. Это южный фланг. Они пытаются там продвинуться, но безуспешно. Наши войска тоже там надежно держат оборону. И каждая атака заканчивается большими потерями в личном составе рашистских оккупационных войск. И откатом на исходные рубежи. Маринское направление. Тут силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Маринки и Новомихайловки. Всего зафиксировано на Маринском направлении 17 попыток атаковать наши позиции. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Линия фронта осталась без изменений. Шахтерское направление. Тут была одна попытка атаковать наши севернее Новодонецкого. Она была отбита нашими войсками. Линия фронта без изменений. На остальных участках шахтерского оперативного направления происходили позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. Запорожское направление. Тут силы обороны отразили 6 атак противника. Западнее Вербового, Новопрокоповки и Работиного Запорожской области. А так ситуация не поменялась. Линия фронта осталась без изменений. Противник даже пытался проводить разведку боем западнее Работиного. В ход уже начинают идти колонны техники. То есть они пытались прощупать. Они хотят срезать выступ наших сил. Ну вот этот Работинский плацдарм. Ну и здесь удачи у них не получилось. Наша артиллерия и ФПВ дроны поработали над этими колоннами техники. И нанесли довольно серьезное поражение. Там уже идет активное обсуждение. Рашистские военкоры пытаются посчитать сколько там на сотню уже идет количество убитых и раненых в этих колоннах. То есть колонны даже не достигли поля боя. На этапе выдвижения были атакованы и уничтожены нашими огневыми средствами. Далее в зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это у нас Херсонское направление. Там силы обороны удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра. Есть информация о том, что плацдарм, как я вам говорил, наращивает свои усилия. Наши войска имеют там тактический успех и продвинулись немного вперед. Точное место не уточняется. Но враг, в принципе, пытается атаковать наши позиции с целью выбить. Я вчера, кстати, не зря, видите, про Теплинского, бывший командующий ВДВ, который сейчас командует группой войск Днепр, командовал. Я не зря вчера оговорился, назвал его Тупинским. Его сегодня сняли. Он уже не командует группой войск Днепр. Там назначен кто-то из, я так понимаю, кто-то из операторов, из оперативного отдела генштаба РФ, полковник, не помню его фамилию. Его назначили координировать действия. Он, я так понимаю, исполняет обязанности командующего группой войск Днепр, российских оккупационных войск. И это уже третий за месяц, за последний месяц, третий командующий на группе войск Днепр. Там ситуация, там ситуация очень интересная. С одной стороны 65-68 тысяч мы оцениваем группу войск. С другой стороны ширина фронта 250 километров на эти 65 тысяч. То есть получается где-то на каждый батальон 85, по-моему, батальонных групп. Там довольно низкая плотность. Если по батальонам считать, то эта группировка где-то насчитывает угол 85 батальонов. Различных батальонов. Вы же не забывайте, что это есть танковые, есть мотопехотные батальоны. Они не сидят все в одну линию. Они, допустим, три пехотных батальона, если занимают батальонные районы обороны, то они усиливаются танковыми ротами. Это считайте оборона полка. Полк обороняет до 10 километров полосу обороны может оборонять полк. Это без усиления. За счет своих ресурсов. Поэтому плотность, если растянуть все эти батальоны на 250 километров фронта, то плотность очень низкая. Если они начинают снимать войска с какой-либо, любого участка фронта, то, естественно, это сразу же сказывается на характере ведения боевых действий. Плюс мы этим можем сразу же воспользоваться. Мы не даем противнику тем, что мы ведем беспокоящие боевые действия на всех участках фронта. Да, может быть, где-то инициатива у врага, и они навязывают нам атакующую тактику. И мы сидим в обороне. Но при этом, видите, наши войска, мы научились использовать отступающего противника. Захлебнувшаяся атака, откатывающийся враг, и на плечах отходящего врага мы отбиваем, как при невозможности, мы отбиваем там одну-две позиции и улучшаем свое тактическое положение. Поэтому здесь, несмотря на то, что группа войск большая, за счет растянутости фронта, и за счет довольно плохого снабжения, потому что здесь мы еще и логистику очень сильно разрушаем. Наши Хаймарсы работают, и ракеты авиационного базирования типа Шторм Шедов или Скальп тоже работают на этом участке. И поэтому они не могут, видите, не могут, несмотря на то, что они сформировали три группы, небольших группы войск, которые атакуют. Одна с севера вдоль Днепра, вторая с юга от Олешек, третья с фронта давит на крынки, но ничего у них не получается. Наши войска наращивают свои ресурсы на Плацдарме, Плацдарм увеличивает свой боевой потенциал и держит, и надежно держит там оборону. Кстати, произошел очень интересный случай, который, считаю, надо огласить тоже. Это 11-я бригада Национальной гвардии Украины отличилась тем, что уничтожила в Херсонской области, уничтожили новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь». Уничтожили две пусковые установки двумя дронами FPV. В чем особенность? Этот комплекс идет на замену ТОРа, он среднего радиуса действия, 30-60 км, в зависимости от модификации ракет. По характеристикам, скажу сразу, довольно неплохой. До 30 целей может сопровождать, до 8 целей может одновременно поражать. Состоит из пусковой установки и нескольких пусковых установок и радиолокационной станции, которая совмещается с командным пунктом. Но стоимость одной пусковой установки оценивается примерно в 135 миллионов долларов. Там пусковая установка на базе БАЗа, или его еще когда-то он назывался ЗИЛ-135, но это советских времен, сейчас этот же завод выпускает БАЗ шасси. Это многоосное шасси высокой проходимости, и у него, будем так говорить, пакет, ну не пакет, направляющий. Пакетного заряжания в РФИ нету, они сохранили традиции Советского Союза, и на пакетное заряжание так и не перешли. Контейнеры с ракетами на пусковой установке. На вооружение этот комплекс принят в 2020 году, а на конец 22-го года в вооруженных силах РФИ всего лишь 6 пусковых установок. 6 было на конец 22-го года. И к 27-му они планируют 12 дивизионов поставить такого комплекса. Планировали, как сейчас трудно сказать, но тем не менее планировали до 27-го года поставить в войска 12 таких дивизионов. Среднего радиуса действия. Техника, видите, дорожает техника. Если панцирь С-1 у них 15 миллионов стоил, мы говорили, дорогущий, тактический, то среднего радиуса действия, то 135 миллионов пусковая. Так вот, 2 пусковых было уничтожено дронами за 500 долларов. 135 миллионов и 500 долларов. Два дрона ФПВ и 2 пусковых установки сгорели. Сдетонировал боекомплект. То есть ракеты загорелись, сдетонировали и установки уничтожены. Вот такой вот подарочек сделали национальные гвардейцы себе, ну и нам всем, уничтожая нашего врага на левом берегу Херсонской области. Далее, как вывод по военной обстановке на линии фронта можно сделать следующее, что враг несколько сбавил темп, закрепляясь на занятых позициях, однако имеющиеся силы и резервы позволяют в ближайшие месяцы сохранять интенсивность боев на довольно устоявшемся уровне, в том числе на Авдеевском выступе, куда вводятся все новые и новые резервы, в том числе и зэков шайгистов, которые вчера еще были заключенными, а сегодня они уже входят в состав бригад, сегодня они уже контрактники вооруженных сил Рашистской Федерации. Так что, ну, для понимания, в районе Авдеевки воюют три армии. Восьмая общевойсковая, вторая общевойсковая и, по-моему, 41-я или 42-я общевойсковая армия. Три армии воюют вокруг Авдеевки, пытаясь ее взять. И они туда стягивают все, что они намобилизовывают, все стягивается в первую очередь на Авдеевское направление. Так что, тяжело нам там очень будет, но я думаю, что у нас есть все шансы удержать Авдеевку. Особенно, если ситуация будет складываться точно так же, как с промзоной Авдеевской, когда мы там устраиваем бесконечную Чернобаевку, они заходят, мы их уничтожаем. А Авдеевка в основном промзона. Там промышленных зон намного больше, чем жилых кварталов. Кстати, даже вот Рашистские военкуры отмечают, что дальнейшее продвижение без выравнивания фронта по промзоне, промзона получается как такой выступ, они туда заходят, она немножко выступает из общей линии фронта. Перейдя в серую зону, она выступает. Но для того, чтобы из промзоны атаковать дальше наши войска, им надо выровнять фронт по флангам, справа-слева от этой промки. А это сделать они не могут, на сегодняшний день не в состоянии. Так что и на промке, я думаю, что это будет вот такой бесконечный тупик с перемалыванием Рашистских войск на промзоне. Два слова скажем о оккупированных территориях. У рашистских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины не хватает желающих работать в органах внутренних дел, в том числе и в оккупационной полиции. То есть они пытаются сформировать какие-то там органы, правоохранительные органы. Росгвардии не хватает. Кстати, они очень ограничены. Я отметил, что Росгвардии очень мало находятся на территории Украины. Они, видимо, они собирают там, допустим, сводные батальоны делают, ну, якобы из добровольцев. И Росгвардии направляют сюда. Но здесь пытаются в основном вербовать местное население. Видимо, Кремль очень сильно боится, что если вспыхнут протесты, то Росгвардия будет нужна внутри страны. А я, кстати, напомню, что согласно указу, точнее закона Рашистской Федерации о Росгвардии, численность ее 400 тысяч человек. Когда этот закон принимали, там в 18-м году было изменение, с 200 повняли до 400, то тогда я отмечал, что сухопутные войска вооруженных сил РФ имели по закону на тот момент имели численность 380 тысяч, а Росгвардия имела численность 400 тысяч. Но здесь в Украине присутствует там буквально пару десятков тысяч Росгвардии. Поэтому они набирают. Так вот, местные отказываются работать на оккупантов, в том числе и в полиции. Следовательно, в Крыму недостаток офицерского состава составляет 30%. Они перебрасывают сюда, к фронту. А на временно оккупированной территории Донецкой и Запорожской области некомплект личного состава составляет более 60% в правоохранительных органах. Оказавшиеся в оккупации местные жители не идут работать на захватчиков, в частности из-за активной деятельности Украинского движения сопротивления. То есть наше движение сопротивления там работает в полный рост. За прошедшие сутки авиация Силы Вороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения, личного состава, вооружения и военной техники врага. Один удар по пункту управления войсками, три удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение одному вертолету. Тоже очень уникальное выполнение задачи. С помощью разведдрона отслеживался полет вертолета. И как только вертолет начал совершать посадку, ну что они там, какая задача была, трудно сказать. В район посадки вертолета был скорректирован, и был, скорее, дроном скорректирован, выпущен снаряд «Хаймерс». Да, он не попал в вертолет, но этого не надо. Он взорвался рядом с местом посадки, и там от вертолета, поверьте, осталось одно решето. Осколочное. У него обшивка алюминий, поэтому осколочные повреждения сделали просто, осколки, точнее «Хаймерс» сделали из вертолета просто решето. Довольно такое уникальное нанесли поражение вертолету с помощью «Хаймерс». Одну зенитно-ракетный комплекс поразили, я вам рассказал, какой, две пусковые. Три района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага, один состав боеприпасов и два района огневых позиций артиллерии врага. Ориентировочные потери расистских оккупационных войск за прошедшие сутки в Украине составили в личном составе 1120 оккупантов, в технике и вооружении в танках 18 единиц, в боевых бронированных машинах 26 единиц, в артиллерийских системах 21 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 33 единицы, крылатая ракета 1 единица, автомобильной техники 29 единиц и специальной техники 3 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. И в общем сложилась вот такая вот военная обстановка. Ну вчера нашумевшее такое было у нас, нашумевшее событие произошло, и опять отличилась служба безопасности Украины. И вчера в Подмосковье был ликвидирован коллаборант и предатель Илья Кива. Он призывал к геноциду украинского народа, к уничтожению нас как нации и к уничтожению государства и Украины как государства. Проживал он в Подмосковье, и его охраняли расширские спецслужбы. Вот что самое интересное. Сложность была в том, что достать его было довольно проблематично. Но при этом, как отмечают некоторые источники, служба безопасности сделала подарок. В день вооруженных сил и в день Святого Николая предатель Илья Кива был ликвидирован в Подмосковье. Его застрелил снайпер из стрелкового оружия возле ночного клуба Велыч. Тут, правда, не указывается населенный пункт. Но Подмосковье. В принципе, это уже не важно. Важно вот что. Важно то, что СБУ под руководством Василия Малюка доказывает на практике, что найден и уничтожен будет каждый предатель. Если он не сдастся и не предстанет перед судом, то он будет отыскан, найден и уничтожен как предатель Украины и враг Украины. Кстати, напомню, одна из поговорок Василия Малюка, это лучше, когда двое ведут, чем четверо несут. То есть он заранее говорит, что лучше сдаться и понести наказание за предательство, чем Киву понесли. Четверо. Он думал, что призывал на уничтожить, ну а в результате уничтожили его. Кстати, я напомню, что существует так называемый, он уже получил даже название свое, существует список Василия Малюка. Всех коллаборантов и всех предателей, которые предали Украину и которые перешли на сторону врага. И согласно этого списка служба работает, причем везде, видите, в Подмосковье, пожалуйста. Вспомните, перед этим был взрыв в Ростове. Кстати, в Луганске прогремел тоже взрыв и там был уничтожен депутат, так называемый депутат, так называемый ЛНР, Олег Попов. Тоже бывший наш гражданин, который предал страну и он руководил комитетом национальной безопасности ЛНР, так называемый. В результате это его не спасло. Тоже сел в машину и взлетел на воздух. Это еще раз доказывает, что не защитят, никакие спецслужбы РФ не защитят. А наши спецслужбы работают по принципу и по канонам МОСАД. Помните, я вам говорил, что называют уже СБУ, называют украинский МОСАД. Так что наш МОСАД работает и каждый предатель, прежде чем предать Родину и перейти на сторону врага, надо крепко подумать о последствиях такого шага. Если такой шаг сделан, значит каждый коллаборант должен понимать, оглядываться, ходить с оглядкой и понимать, что он уже в списке Василя Малюка. И он является законной и легитимной целью для его ликвидации. Либо сдаться и понести наказание, либо будет ликвидирован как законная и легитимная цель, как враг государства. Вот такая вот операция была проведена. Ну мы все знаем хорошо Илью Киеву. Он очень много тут, я бы так сказал, выбраков, высказываний. Метался он из стороны в сторону. В результате он примкнул к партии ОПЖЗ и был помощником, точнее соратником Медведчука. Ну и начал высказывать открытые антиукраинские лозунги и толкать антигосударственные речи. В результате чего вот с ним и произошла такая, такой казус Белли. Далее в Израиле, ну уже раз, а вот теперь поговорим немножко о военно-политической обстановке. И раз уже мы там о наказании украинском Массаде и списке Василя Малюка по коллаборантам. В Израиле тоже немножко система государственного управления начинает приходить в нормальное русло. То есть уже суды Израиля начали работу в обычном режиме. То есть для них состояние войны это нормальное состояние. Эта страна всю жизнь живет в этом состоянии. Шок. От шока они оправились и начали параллельно с процессами, которые порождены боевыми действиями. По ликвидации террористической организации ХАМАС. Они начали работать и повседневно. Так вот возобновился судебный процесс, который должен был до октября быть закончен. Но в связи с событиями 7 октября его перенесли. Возобновился судебный процесс над премьер-министром Бенемином Нетаньяху. И после двухмесячного перерыва. И там, ну, вы знаете, старый процесс. Насколько я помню, там 4, по-моему, 4 пункта обвинения. И по всем этим пунктам идет уже рассмотрение в суде. Так что посмотрим, чем закончится. Ну, в принципе, по той ситуации, которая складывается, даже если процесс закончится тем, что его обравдают, и он не будет наказан за те деяния, то в плане политического, ну, не знаю, насколько. Некоторые источники в Израиле говорят, что после трагедии 7 октября Нетаньяху политический труп. Вот. Посмотрим. Но, тем не менее, суд заработал. И сейчас продолжатся слушания по его делу. В понедельник уже первое заседание. После двухмесячного перерыва. И все-таки, все-таки, может быть, доказана, будет доказана его вина. Вы знаете, только суд может определить виновность. Если будет доказана его вина, значит, он сядет в тюрьму. Далее. И в Соединенных Штатах тоже судебная деятельность активизировалась. Хантер Байден, сын действующего президента США, должен явиться, в 13 декабря должен явиться для отдачи показаний. Он, значит, ему обвиняют в неуважении к Конгрессу. Точнее, нет. Это дача показаний по коррупционным делам. Но если он не явится, то против него возбудят уголовное дело за неуважение к Конгрессу. Ну, там, в Соединенных Штатах... Это еще один эпизод вот этого противостояния республиканцев и демократов. Республиканцы, кстати, сейчас пытаются протянуть голосование по импичменту Байдену. Идет судебное разбирательство, судебное... Вот, точнее, идет следствие в отношении сына Байдена по каким-то там коррупционным делам. То есть, к сожалению, сегодня внутренняя политика США затмевает все внешние процессы. И я вам вчера рассказывал по поводу того, что уже и новый законопроект внесли. И, кстати, Байден вчера сделал еще вечером... Ну, поздно вечером, у нас уже было поздно. А в США еще там был вечер. Байден вчера сделал заявление, что он готов идти на компромиссы закона о миграции. Для того, чтобы Конгресс проголосовал пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и Тихоокеанскому региону. Ну, посмотрим. А тем временем Пентагон продолжает свою целенаправленную работу. И объявил об очередном пакете помощи на 175 миллионов долларов. Об этом объявил госсекретарь Соединенных Штатов. И в этот малый пакет, я его называю, это малый пакет, как обычно, входят в основном боеприпасы. И сюда вошли ракеты IM-9М и IM-7. Это ракеты для систем ПВО среднего радиуса действия. Дальше дополнительные боеприпасы для ракетно-реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Надеемся, что там будет и М-1А кассетные на 160 километров. Дальше артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров для артиллерии. Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты «Харм». Кстати, в аптечках это для применения воздушного базирования для борьбы с радиолокационными станциями и станциями РЭП противника. Противотанковые управляемые ракеты «ТОУ», противотанковые комплексы «Джевелин» и «АТ-4» и свыше 4 миллионов патронов к стрелковому оружию. Вот такой вот пакет военной технической помощи, очередной пакет предоставили Соединенные Штаты. Но этот пакет предоставляется каждый месяц. Да, поддержка немножко тормозится. Кстати, есть информация по поводу того, что в понедельник должна состояться пресс-конференция Министерства обороны Великобритании и Норвегии. И предполагается, что на этой пресс-конференции Великобритания и Норвегия совместно объявят о том, что они берут на себя главенствующую роль в коалиции поддержки Украины. Так что, пока Соединенные Штаты там дерутся, британская корона вместе с норвежской короной, Норвегия это королевство, тоже там есть королевская семья, они берут на себя главенствующую роль в коалиции по поддержке Украины в борьбе с расистской агрессией, с русским фашизмом. И не отстает от них и Япония, которая готова выделить Украине 4,5 миллиарда долларов помощи, в том числе непосредственно и через Всемирный банк. Об этом заявил премьер-министр Японии. что Япония готова выделить такие средства Украине, но там в основном идет статья восстановления разрушенного войной. Поэтому, ну тем не менее, деньги немалые и огромное спасибо Японии, что они так активно нам помогают. На границе продолжается блокада, опять Словакия пытается, там угрожает на очередной новой блокаде, что они заблокируют по этой самой въезд, пересечения границы нашими фурами. В Польше блокада продолжается. Кстати, именно премьер Моровецкий сделал так, что акция вот этих блокировщиков, он дал разрешение на бессрочную акцию. Обычно там они ограничивают всегда время проведения акции. Так что тут еще вопросы к польскому правительству, что акция-акция, оказывается, можно проводить бессрочно. Но мы частично нашли выход из создавшегося положения, и Укрзалезница, там приняли решение, что фуры грузят, просто загоняют на платформы и везут железной дорогой, везут в Украину. Появились уже первые составы, подвижной состав есть, его переправляют в Польшу. Менять колесную пару, у нас граница западная приспособлена еще со времен Советского Союза, так что для нас это не проблема, поменять колесные пары на европейскую колею, с нашей на европейскую. И я так понимаю, что пошла загрузка эшелон 54 вагона, стандартный эшелон. Вот 54 фуры можно за один эшелон затягивать страну. Так что это частичный выход из проблемы. Ну а дальше, я так понимаю, будем разбираться с Польшей и с руководством Европейского Союза. И опять возвращаемся к Соединенным Штатам. Было к провалу голосования по выделению финансов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. И Джо Байден отреагировал на этот провал. Он сказал, что он лично даже пытается разговаривать с конгрессменами от республиканской партии, с маговцами в основном. И при этом он назвал политическим шантажом то состояние дел, которое сегодня сложилось в Нижней Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов. Ллойд Остин выступил с тем, что уже 27 миллиардов инвестировано в производство оружия для Украины. А я напомню, что там из 61 миллиарда, который выделялся, но еще по первому варианту этого законопроекта, 31 оставался в Соединенных Штатах. И кстати, представляете, как сейчас глупо выглядят конгрессмены от республиканской партии, те, которые писали письма Байдену, что надо, почему вы медлите с передачей оружия, дайте атакумсы, дайте на 300 километров, дайте самолеты Украине, быстро передавайте оружие, много оружия передайте Украине. Сегодня они хотят голосовать за выделение средств именно на те просьбы, которые они письменно излагали на бумаге, когда писали петиции и письма президенту Соединенных Штатов. А Украина тем временем расширила список потребностей в вооружении, и на сегодняшний день мы запрашиваем у Соединенных Штатов F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk и новую систему ПВО Shad, об этом сообщает Reuters. Также мы просим, Украина хочет получить транспортные самолеты Си-17 Global Master и Си-130 Super Hercules. И три типа беспилотников, типа General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian. Так что мы решили, но это уже, я думаю, что больше этот список, в основном это все новое вооружение, в плане того, что скорее всего это уже перспектива среднесрочная и долгосрочная. То есть это уже, вот эти заявки будут ложиться в канву модернизации вооруженных сил Украины, которую НАТО готово поддержать, и они об этом говорили на одном, на Вильнюсском саммите, они же там приняли программу, долгосрочную программу перевооружения, переоснащения вооруженных сил Украины на натовские, на западные образцы вооружений и полный отказ от советских образцов вооружения. Так что, ну посмотрим, как отреагирует Белый дом на вот такую нашу новую заявку. В принципе, Хорнеры F-18 нам предлагали неоднократно, Канада предлагала и Австралия предлагала, но потом как-то и Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, ну и представители Австралии как-то так тихонечко замолчали и съехали. Комплекс ШАД, это противоракетный комплекс, это самый современный, он в принципе разрабатывался опять же совместно с Израилем. ХЭД, он в израильском варианте, он входит в комплекс в Израиле, он входит в триаду противоракетной обороны Праща Давида. Вот, и является высотным, является противоракетным, чисто противоракетным. Он с ПВО там у него не так он приспал, он именно заточен на баллистику, на вот головные части межконтинентальных баллистических ракет, на борьбу с элементами разделяющихся головных частей этих межконтинентальных баллистических ракет, но тем не менее. Ну вот Хорнеты нам предлагали, и может быть, они поступят в какой-то перспективе в Украину, но опять же, вы же понимаете, мы F-16, сколько, 4-5 месяцев надо учить летчикам, плюс персонал, плюс техническое оснащение, плюс подготовка материальной базы. Поэтому я и говорю, что это, скорее всего, все эти заявки, то же самое по вертолетам, все эти заявки, это, скорее всего, среднесрочная перспектива уже на этап перевооружения и переоснащения вооруженных сил Украины. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического обзора будет опять же авиационная тема. Опять. Ну вот точно к гадалке не ходи, что пока не грохнется какой-нибудь самолет с пассажирами и не будет там сотни жертв, наверное, наверное, в РФ и не успокоится. Готовы они продолжать летать на неисправных самолетах. Вчера Ту-204, ну правда, транспортник, вылетая из Улан-Удэ, у него загорелся левый двигатель. Загорелся двигатель в полете. То есть, понимаете, да, уровень технического обслуживания и ремонта самолета в состоянии технического, что он взлетел и двигатель загорелся. И самолет грузовой совершил аварийную посадку без пострадавших, без жертв. Но в других самолетах, в пассажирских самолетах, в Боинге загорелась проводка внутри самолета Боинг перед вылетом. Причем это было уже, представляете, какое упорство. Значит, пассажиры этого рейса сели в самолет, он не завелся, не запустился, да, выдал техническую неисправность, их высадили, поменяли самолет, они сели уже в Боинг, второй самолет, первый не указывается, какого типа был. Ну, думаю, тоже, либо Боинг, либо Аэрбаз. Они сели в этот самолет, при проверке, при запуске самолета начался пожар в салоне, загорелась проводка, пришли пожарные, все потушили, сказали, ну ладно, выходите, мы другую. И отмена рейса для этих пассажиров, даже после второго неудачной попытки взлета, она не состоялась. То есть люди были готовы рисковать, ждали следующий самолет, не знаю, нету дальше информации их судьбы, полетели они или не дали, им третий самолет не дали, полетели они или не полетели. Но, во всяком случае, информация о том, что рейс был отменен, деньги за билеты возвращены, не поступала. А это говорит, скорее всего, о том, что их нашли какой-то самолет, который все-таки смог завестись и взлететь, и полетел. То есть, ну вот, насколько надо себя не любить и быть, наверное, там, бесстрашным, как Дункан Маклаун, бессмертным может быть, чтобы при таких рисках, видя в каком состоянии парк этих машин, это вот лизинговые, вот эти пассажирские рейсы, это лизинговые самолеты. Если Ту-204, транспортник в Улан, грузовой в Улан-Удэ, это уже, это уже, как бы, криворукие техники, ну, если двигатель загорелся, понятно, это техническая неисправность. Кто отвечает за это? Не пилот отвечает за техсостояние самолета. И отвечает, отвечает на команда техников, целая команда. Вот, ну, там полбеды, это тушка рашистское собственное производство, мог быть и брак за все, что угодно могло быть. Учитывая уровень квалификации и уровень качества выпускаемой продукции в Эрефии, вот, то вот эти пассажирские рейсы, они выполняются в основном на самолетах лизинговых, которые украла Эрефия у лизинговой компании ирландской. И вот то, что их не обслуживают и не меняют на них запчасти, их просто добивают до ручки, пока они еще могут завестись и подняться в воздух. Вот, когда начнут падать, тогда, наверное, тогда начнут отказываться от этих самолетов. Ну, и видите, как всегда находятся люди, которые готовы рисковать свою жизнью, лишь бы куда-то улететь. Вот такой вот сегодня вишенка на торте в военно-политическом разделе. Мы на этом с вами первый раздел нашего видеообзора закончим. Я по традиции делаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. И те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. И первый вопрос продолжим мы, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задавали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующий. Вопрос. Сбили Су-24. Информация прошла, что Патриотом. Почему тогда не сбили второй самолет, Су-30, который прикрывал бомбер? Ведь Патриот может одновременно накрывать до 40 целей комплекс. Дякую. Ну, во-первых, до сих пор нет официального подтверждения, что же все-таки сбило этот Су-24. Это первый момент. И второй момент. Су-30 мог не войти в зону поражения комплекса. Там до, если я не ошибаюсь, до острова Змеи. Мы же не знаем, где была позиция комплекса. Может, он с трудом достал до острова Змеи и в районе этого острова сбил Су-24. А Су-30 мог не входить в зону поражения. И таким образом просто успеть быстро развернуться и на форсаже уйти из зоны поражения. Может быть, такой вариант. Это первое. И второй вариант. До сих пор нет достоверной информации о том, чем сбивали. Откуда прилетела ракета? Какой комплекс применялся? Но то, что что-то такое серьезное, да, можно сказать. А может, это был сам Ти. А может, задача оставилась сбить только Су-24, потому что он как бомбардировщик, он несет основную бомбовую нагрузку. А Су-30 истребитель, который его прикрывал, но особо никому не тратить на него ракету особого смысла и не было. Был бы Су-35, который хотя бы Х-59 мог нести 300 км в дальность ракеты, которую они всегда пускают в сопровождении дронов одну-две ракеты Х-59. Но Су-35. Так что, то, что Сушку-2 не сбили, это, будем так говорить, особенности национальной охоты на воздушные цели врага. Следующий вопрос. Была информация, что Кучма сказал, что Украина может выготовлять ракеты и могла, але ничего не робится. Чи це правда? Так, подождите, у нас Украина является 4 страны, ну сейчас уже, по-моему, 5 стран в мире. Это Соединенные Штаты Америки, Франция, Эрефия, Китай, Украина. 5 стран. Ну, там уже сейчас присоединяются Индия и Пакистан. Но пока что 5 стран в мире имеют полный цикл разработки и производства ракет, космических летательных аппаратов. В том числе. У нас единственное, нету, нету, как, даже космодром у нас есть, но он, он, помните проект «Морской старт». Мы выкупили списанную платформу морскую для обырения скважин и на базе этой платформы у нас был сделан космодром, «Морской космодром». Мы производили коммерческие запуски спутников под названием «Морской старт». И да, действительно, Ракета, Украина может изготавливать ракеты различного типа. От реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня, заканчивая космическими аппаратами. Кстати, Эрефия летает до сих пор на наших двигателях. РД-180 это ровно половина от двигателя РД-170, который в свое время разработал Южмаш. А это у них основной двигатель на космических носителях, которые выводят корабли «Союз» на околоземную орбиту. У нас все есть. Единственное, что сейчас проблема с безопасностью. Вы же понимаете, что город Днепр может быть обстреливан в любой момент. И производственная база завода Южмаш находится не в лучшем сейчас состоянии, не в самом безопасном месте. Я от вас слушаю про военную экономику. То, виходить, з одного боку ми воюємо з ворогом, а з іншого боку уряд не створювати можливості для перемоги. Тільки ж мини, то чи можливо взагалі так виграєте війну? Дякую за інформацію. Смотрите, можна так виграєте війну. То, що наше правительство не хоче займатися, или дуже неактивно, или з-под палки. В основному під нажимом, кстати, общества. У нас, как всегда, самоорганизация общества на самом высокому уровні. Общество давить на правительство. Точнее, тут не столько на правительство надо давить, сколько на политическое руководство страны. Потому что вся власть, все ниточки управления страной, все замыкаются там, в офисе президента. И, к сожалению, я так понимаю, что проводится политика, что заграница нам поможет. Поэтому, зачем развивать свое? Дайте нам денег и помогите нам материально. То есть, дайте оружие. Скорее всего, судя по поступкам, скорее всего, такой принцип. Потому что раскрутка идет, перехода на военные рельсы, идет крайне медленно и с крайне низкими темпами. И там небольшие достижения у нас пытаются выдавать за стратегические победы. Хотя, там такой комплексной программы перевода экономики до сих пор нет. До сих пор нет. И там, ну, премьер-министр там объявляет, что мы начали производство мин. Сколько мы производим? Каких мин мы производим? Ну, вот такие, хотя бы, да, макро показать. Я не говорю, не надо там уточнять, где, где, как и когда. Но макро показатели можно было бы сказать. Развертывание, описать, описать в общих чертах развертывание производства, отчитаться можно бы, даже нужно, чтобы общество было информировано. Этого, к сожалению, ничего нет. Доброго дня. Чему Министерство обороны Украины никим и ни як не контролюется? Хороший вопрос. У нас есть громадская рада при Министерстве обороны, которая должна выполнять функции контроля. Но там, вы же вспомните, как она формировалась. Там скандал на скандале, и скандалом погоняет. Кто входит в эту раду, и какие у них на сегодняшний день функции. Плюс очень много, я так понимаю, уходят от контроля и оглашения состояния дел наше Министерство обороны, прикрываясь войной и грифом секретности. Это очень плохое. Но опять же, мы должны прекрасно понимать, что это мы с вами наблюдаем воплощение в жизнь политики Верховного Главнокомандующего. Все зависит, опять возвращаемся к этой банальной фразе политической воли. Какую политику проводит президент, так и высвечиваются все события в нашей стране. Поэтому тут, я сам бы хотел, чтобы эта громадская рада при Министерстве обороны публиковала все свои отчеты о проделанной работе в Министерстве обороны. Сколько там выкрыто коррупционеров, сколько привлечено к суду, кто под следствием, какие тендеры отменены в результате сомнительных результатов, кто наказан за это. Этого ничего пока нет. К сожалению. Питание по бронетехнице. Прочитав деколька джерел, в которых описана кількість танков в России. Например, эта статья на сайте Милитарный, под названием «Аналіз запасов танков РФ на базах зберегания за Уралом», где написано, что станом на 24 лютого 2022 года в России было близко 8 тысяч танков. Это бойовый склад плюс техника зберегания, которая придатна до використания. А все решти металобрук. На сегодняшний день, за данными Генштаба ЗСУ, снищено близко 5,5 тысяч танков за 21 месяц. Питание. Чи значит це, що бронетехніка у России залишилась на рік або півтора, а потім РФ буде змушена вывести війська з укупованных територій? Ну, я вообще не знаю, что вы имеете в виду. Дело в том, что разные средства информации давали разную цифру. Самая большая, если вы вернетесь где-то в февраль, март, апрель прошлого года, 22-го года, то тогда выходила целая серия статей в разных источниках. И максимальная цифра, которая оговаривалась, наличие танков на хранении, там даже, кстати, расписывалось по категориям. 8 тысяч, это, говорилось, танки Т-80, Т-72, Т-62, вот такие, да более-менее современные. А всего там от 18 до 22 тысяч. 22,5 тысячи максимальное количество бронетехники. Кто вам сказал, что они металлобрухт? Что вы думаете, Т-34, которые стоят на длительном хранении, они их не заведут? Заведут. А если они стоят на консервации, то почему бы их не завести? Т-55 же они позаводили. Позаводили, мы видим их на поле боя. Видим, они их используют в укрепрайонах, на вот этих же оборонительных рубежах. Закатывают их в окопы и как 100-мм орудие огневую точку используют для оборонительных рубежей. Так что с танками там очень хорошо. И плюс, вы не забывайте, они могут где-то около 20 машин, они могут собирать ежемесячно на конвейере своих танкостроительных заводов. Это производство новых машин. Где-то примерно так. Могут производить. Так что нет, в этом плане ждать полтора года, пока закончатся в России танки, это бесполезно. Надо решать вопрос военного разгрома армии РФ на поле боя. У меня вопрос, а не целесообразное нам покупают вертолеты Белл Юэйч-1, которые стоят в Соединенных Штатах на каждом шагу и цена от 50 тысяч, хотя бы для эвакуации раненых. Не говорят даже, что их можно использовать для поддержки пехоты, высадки, переброски или вертолетов, как грязи и цена практически 6 Мавиков. Ну, смотрите, вопрос, мы ее уже говорили неоднократно, это не война вертолетов. Вот сейчас мы там впервые в заявку включены там Апачи и Блэк Хоки. Дело в том, я уже объяснял, дело в том, что в районе боевых действий небо настолько плотно закрыто системами ПВО противника, что эти вертушки будут, постоянно будут подвержены вероятности сбития. Это раз. Второе, установить на эти вертолеты, установить, я так понимаю, что Белл это вот эти гражданские вертолеты, которые там пытались на Одесском заводе. Была такая информация, что вроде как на Одесском заводе пытались их там переделывать или модернизировать, вот, или производить из военных, или гражданских военных, или из военных гражданских, что-то такое было. Так вот, ракеты Hellfire 8 километров, они не достают. Ну, там до 10, по-моему, Hellfire-ы могут, если с вертолета. Ну, во-первых, для этого надо оборудовать вертолет, должна быть система управления огнем, наведения, сопровождения и пуска ракет. Это раз. Второе, при пуске этих ракет надо, чтобы оператор держал перекрестие, там, не пустил и забыл принцип, а полуавтоматика, надо наводить. А у, допустим, панцирь С-1, у него дальность ракетного канала 18 километров. Я уже объяснял, что вертушка на переднем крае сегодня не целесообразна, так же, как и штурмовик. Почему мы не применяем штурмовую авиацию? Потому что мы не можем ее вывести на передний край, она будет тут же сбита ПВО противника. Надо выносить сначала ПВО противника, а потом уже можно поднимать вопрос, там, вертушек, штурмовиков и другой авиации. Ну, а эвакуация раненых на сегодняшний день, опять же, летать вблизи линии фронта крайне опасно. У нас на сегодняшний день система эвакопунктов более-менее налажена на базе транспорта, и мы эвакуируем наших раненых с поля боя. Все равно вертушка не подойдет, вертушка может забирать только с эвакопункта. А на эвакопункт все равно надо доставлять либо вручную, на носилках, либо транспортными средствами, которые там могут передвигаться под огнем противника и фактически в зоне боевых действий. Поэтому, а сегодня, поверьте, если экстренная нужна эвакуация, то с эвакопунктов вертолеты, вот особенно те Ми-8, транспортные вертолеты, которые нам передавали наши страны-партнеры, они вполне справляются с этой задачей. Они занимаются, в том числе, эвакуацией наших раненых с эвакопунктов, то есть уже за зоной боевых действий, за первой, за второй линией обороны. Но не с нуля. Все равно там они не заберут раненых. В ваших обзорах по потере личного состава оккупантов имеется в виду количество убитых или санитарные потери, потому как есть приличное расхождение между данными от ЗСУ и, например, британской разведки. Здесь святым слава Сбройным Сылам Украины, слава Украине, дякую, Владимир. Дело в том, что, я объясню, как. Нет, здесь считаются потери убитыми, потому что раненых мы посчитать не можем. Там эвакуация, у кого-то легкое ранение, кто-то сам уходит с поля боя, кого-то эвакуирует. Вот. Наши считают в основном по боевым донесениям. Вот цифра, которую я вам даю, это цифра Генштаба. Я беру ее из сводки Генштаба суточной. И эта цифра собирается на основании боевых донесений наших командиров. Сюда включаются в основном убитые. Объясню расхождение. Расхождение с различными организациями, которые действуют по системе Осинд или та же британская разведка, состоит в том, что они берут в расчет только подтвержденные потери. Как в технике, так и в личном составе. То есть, если есть какое-то подтверждение, либо два источника сообщают, что это были потери в таком-то количестве, в таком-то участке местности. Либо это документально подтвержденные некрологи из списки погибших. Либо это фото-видеоматериалы, которые подтверждают, когда можно посчитать лежащих там убитых на поле боя. Вот. Поэтому и цифра расходится. Поэтому, когда мы видим цифры в западных средствах массовой информации, они намного ниже, чем те цифры, которые дает наш генеральный штаб. А наш генеральный штаб, еще раз повторюсь, цифру собирает с боевых донесений командиров на местах. Командиры опрашивают личный состав и пишут боевое донесение. Несколько раз в сутки. Командиры опускают шахеды. Дякую за вид. Смотрите, объясню, что такое мыс Чауда. Мыс Чауда это полигон. Это бывший учебный центр Черноморского флота Советского Союза. Потом он был разделен на две части. Часть досталась нам, часть осталась 31 учебный центр ЧФРФ. Так он назывался. Дело в том, что на этом полигоне есть сооружение бункерного типа. И в этих бункерах сидят операторы. То есть достать их не так уже просто. Надо специальные противобункерные ракеты для того, чтобы вывернуть этот бункер наизнанку. Это первое. Второе. Мы не знаем, в каком конкретном бункере сидят эти операторы. То есть их там не один, этот бункер. И для того, чтобы их вычислить, надо, чтобы там разведчик прошелся ножками и все внимательно посмотрел, изучил и осознал. И тогда у нас будет информация, по какому бункеру бить. Второе. Чтобы бить по бункеру, нужны, как я уже сказал, противобункерные ракеты. Потому что ни Шторм Шэдоу, ни Скальп ничего этому бункеру сделать не могут. Теперь по поводу пусков. Как осуществляется пуск? В Ютубе есть прекрасное видео. Погуглите его. Пусковая установка Шахед. Это грузовик. Средней тоннажности. 3-5 тонн. Кузов с тентовым верхом. И в этом кузове установлено 5 направляющих для Шахедов. Туда заряжаются Шахеды. Машина зачехляется. Эта машина выезжает на мысе Чауда. Эта машина выезжает на местность. Не каждый раз в одну и ту же точку. А выезжает туда, куда ей скажут. Сегодня здесь, завтра там, послезавтра еще там. Между точками пуска может быть 5-10 километров расстояние. Даже 1-2 километра она в сторону отъедет. Вы уже в нее не попадете. Что делает расчет. Два человека там расчет. Они поднимают тент. Потом поднимается кузов под 45 градусов. И вот с этой Шахеды становится ровно. Ризонтально. И вот с этой катапульты по одному все 5 Шахедов выстреливаются. После чего кузов опускается, тент зачехляется, машина уезжает. Все. Как вы поймаете на огневой позиции эти Шахеды? Я еще скажу, что огромное спасибо нашим странам-партнерам, которые отслеживают эти пуски Шахедов. И мы с вами точно знаем время пуска и место пуска. Но каждый раз место пуска меняется. Время пребывания на стартовой позиции минимально. Исчисляется минутами. Как туда попасть? В этом и проблема. Если бы у нас, допустим, стояла какая-то ракета баллистическая на боевом дежурстве. Мы со спутника в режиме онлайн наблюдали картину развертывания этого Шахеда. Как только он остановился и начал разворачиваться. Может быть в этом случае, в режиме онлайн, мы могли бы успеть пустить баллистическую ракету. Но только баллистику, потому что по скорости полета я имею в виду. А от крылатой они до 100% уедут. Поэтому вот такая вот проблема в борьбе с этими Шахедами. Невозможно на сегодняшний день. Только можем посчитать и только можем зафиксировать пуск. Что мы и делаем. Написали, в принципе, это и есть ответ. Мы уже сказали, что мы будем подавать в Европейский суд на видшкодувание, на возмещение потерь. И Польша будет вынуждена оплатить нам эти потери. Ну, видите, опять же, мы сталкиваемся тут и политика, и экономика. Дело в том, что Моровецкий, премьер-министр Польши, который разрешил бессрочно проводить эту акцию, он прекрасно понимает, что его правительство завтра будет уже в отставке. Они ждут сейчас легитимности вхождения в должность нового правительства польского. И, соответственно, ему уже не отвечать за эти. А то, что Польша будет нам эти миллиарды гривен, видшкодувание, возмещение ущерба оплачивать, то здесь 100%. Уже заявлено было, что мы будем подавать. Минюз сказал наш, что мы будем подавать в суд на возмещение ущерба. Ну, что ж, на этом мы с вами вопросную часть нашего видеообзора закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет звучать следующий. Витаю наших воинів Днем Збройных Сил Украины. Дякую всем и желаю вернуться с войны живыми, здоровыми и с победой. С Миколаем. Знем народження нашей любви Збройні Силы. Низ Киев, Клинта, подяка за захист нашей рідной земли та нашего життя. Молимося за вас. Витаю з Миколаем и зі Святом наші Збройні Силы Украины. Латвія благодарит солдат Украины. Вы спасаете нашу свободу. Прибалты лучше всех понимают ситуацию. В день праздника мы отдаем дань уважения тысячам воинам и мирных жителям, которые героически борются за наше будущее. Краков. Велике свято! Слава Збройным Силам Украины! Слава Украине! Аллена Израиль! Вот у меня вопрос к сторонникам перевода экономики на военные рельсы. Готовы ли они к карточной системе на продукты питания? Готовы ли они к всеобщей трудовой повинности, когда рабочий день длится 16 часов и на выходные дни не выпускает из предприятия? Все это было во Вторую мировую войну в Великобритании и Советском Союзе. Но вы остались во Второй мировой войне. Сегодня никто не будет вводить карточную систему и трудовую повинность. Кстати, трудовую мобилизацию никто не отменял, ее могут провести, но только трудовую мобилизацию для отдельных категорий граждан. И это не значит, что будет 16-часовой рабочий день. Будет трехсменная работа. Так что не надо стращать людей карточками на продукты и приковыванием цепью к станку на заводе. Это было во Вторую мировую, но не сегодня. Днепр с вами присоединяемся ко всем поздравлениям. Слава нашим героям, нашим освободителям, волонтерам и всем тем, кто помогает нам отстаивать свободу и наше государство. Но еще давно прошла новина, что наши были их витязь. Слава Сбройным Силам Украины. Ну, я об этом сегодня уже рассказал. Да, такая новина есть. Для того, чтобы нам союзники не ставили умов при передаче вооружений, нам надо с самим производителем модернизировать свои. Настойчиво работать над этим и, возможно, даже из цеха отправлять как по конвейеру в войска. Хотя бы по одному экземпляру. Один за другим и за дня в день. Тогда мы будем сами себе режиссеры. Да, это правда. Про Тупицкого мне очень понравилось. Олег, полное имя нынешнего президента Бразилии. Луиш Игнашио да Сильва. А Лула это его журналистский и, так сказать, партийный псевдоним. Но дело в том, что было написано Лула. Поэтому я и зачитал его так, как было изложено в информации. Токарное производство может делать корпуса, детали, части, мин и продавать. А взрыватели и начинку делать лицензионные. Надо, чтобы все могли делать или импортировать не опасные, не секретные части дронов. Мин. Делать мангалы, сетки. Даже корпуса для сибэйбиков можно покупать у малых предприятий. А секретную часть пусть делают профи. Все бы было хорошо, но для всего этого производства необходимо, чтобы эти фирмы получили госзаказ. На производство вот этих несекретных или невзрывоопасных частей, как вы говорите. Вот в чем еще проблема. Министерство обороны не хочет раздавать заказы, закупать у частных предприятий. Литва Каунас. Такой короткий комментарий. Пускай наши водители, работающие на польских компаниях, сделают предупредительную забастовку в поддержку наших водителей. Ну, не знаю, если там достаточное количество наших водителей в польских компаниях. Пишемось, віримо, молимся за вас, рідні наши захисники. Дякуємо вам за вашу честную работу. Вітаємо всех с Днем Збройных Сил Украины. С повагой жителей міста Буча. Вітаю, пана Олежа. А я взагалі думаю, що цим польским мітингувальникам нормально так заплатили. І вуха від тих грошей русняві стерчать. А ви як думаєте? Дякую. По скриптум. Вітаю всіх наших хлопців та дівчат з Днем Збройных Сил Украины. Та зі святом Святого Миколая. Дякую їм за мужність і стіки. Сніхай крыло ангела накрить всіх наших героїв. А вони всі герої, хто зараз на війні. Від ворожих снарядів та оберігаю їх до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Генерал Теплинський отстранен от командования оперативной групою войск Днепр в СРФ. Непосредственное управление войсками осуществляє тактическая штабная група Национального центра управлений обороной РФ под командованием полковника Шмурова. Воевал в Сирії. На теле Киева було обнаружено два пулевых ранения. Із'яты две пистолетні гильзи і патрон, сообщає СК РФ. Назначен цей ряд экспертиз. Ведуться допросы свидетелей і розыск, причастних к убийству. Ну що ж, пускай іще. І на цей ноті ми з вами зоконим цей видеообзор по оперативной обстановці за прошедші сутки. Я благодарю вас за ваше время, за ваше внимание, що ви досмотрели до цього момента. Як обычно, приглашаю підписатися на мой канал, те, хто ще не підписан. Поставте лайк этому видео, те, хто його смотрит, щоб його могли увидеть як можна більше людей. Також напоминаю, що продовжується збор донатів на закупку комплектуючих і производство дронів для наших славетних бригад волонтерським фондом «Незламні серця». Отдільні слова благодарності спонсорам і тим, хто допомагає моєму каналу. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в сили оборони України. Перемога наша! Слава Україні!